итак всем привет сегодня покажу как я навожу порядок у себя на жестком диске у меня был установлен значит дипин вот на этом разделе 10 гигабайт и была установлена linux mint только что я при помощи программы сергей стрельца его загрузочной флешки установил там внутри встроенная программа кронис видеоролик это я покажу как я это дело делал вот я восстановился на значит третий раздел нахожусь на диске сергея стрельца и сейчас мы буду восстанавливать копию сделанная крониса на свои десятки винды ну вот пойдем вот сюда пока постановление акронис true image сейчас он появится вот восстановление и поищем свою резервную копию у меня она была на внешнем жестком диске поэтому вот я открываю этот компьютер и ищу вот windows data external и вот тут у меня папочка тип так вот последняя копия у меня работала неважно поэтому я буду смотреть по дате вот это вот вроде бы как работала нормально вот ее я и буду восстанавливать здесь значит вот я просто жду пока вот здесь вот не появится вот появилась нажимаю правую кнопку восстановить диски ли разделы дальше ну я восстановлю только хотя у меня и мбр там было но это ладно я другими сделаю загрузчиками поцеплю ее ладно укажем теперь куда куда мы будем восстанавливать ждем итак значит появилась значит надпись где нужно выбрать новое хранилище у меня значит вот здесь вот располагается 70 гигабайт нажимаю принять и нажимаю на кнопочку дальше спрашивает на какой диск установить на hitachi на свой на жесткий диск его настольного компьютера ну и нажимаем на кнопочку приступить теперь просто-напросто ждем и когда все это дело закончится будем проверять все это дело значит на жестком диске компьютера итак операция восстановления успешно закончена поэтому можем просто-напросто все дело закрыть у кого есть большое желание тут может еще проверить архив вот значит ну ладно я пока дело закрываю а теперь вот на кроне здесь директоре посмотрим вот у нас значит был пустой а сейчас свободно 42 значит порядка 38 гигабайт заняла настроенная значит моя система в развернутом состоянии так что можно все это дело спокойно выключать и будем скажем так проверять теперь значит что я хочу сделать какие у меня планы значит вот на седьмой раздел я хочу восстановить фидору и тогда у меня будет значит линукс минт фидора и дипин с виндой значит у меня значит все мои копии хранятся значит вот здесь значит мы откроем сейчас кт 5 фс архивер значит в разделе значит вот холма у меня вот фидора и восстановиться я хочу на седьмой раздел восстановить фидору вот практически вся задача значит я указываю что я хочу восстановить ее вот восстановление ну возьмем самую последнюю фидору хочу восстановить ее на седьмой раздел ну поставлю 4 ядры шка у меня и напишу восстановить раздел пишет что не совпадает продолжать до продолжать восстановить раздел есть файл есть файл содержанием а вот загрузочный сектор мне не нужен я его отменю вот пусть себе значит фидора и восстанавливается на скажем другой раздел жесткого диска пока подождем восстанавливается довольно таки быстро и так восстановление значит закончено заняло это около трех минут то есть как видите кута 5 фс архивер работает быстро как ракета значит ну единственное вот сейчас пересканирую разделы посмотрим что у нас там и как значит сейчас у меня значит практически на диске десятка который надо в которую надо зайти значит сделать проверку диска что вот этот оранжевый значок у меня исчез цинамон значит фидора стоит и вот здесь у меня стоит дипин поэтому значит сейчас я займусь настройкой меню загрузки значит каким образом вот у меня в цинамоне значит есть такая хорошая программулина группка стомайзер она сейчас просканирует все разделы и выдаст скажем так ряд своих рекомендаций ну вот практически группка стомайзер просканировал все мои разделы значит нашел ценамон фидору дипин и десятку ну меня это в принципе устраивает значит ну единственно вот я хочу у десятки проверить вот обычно я всегда выставляю все таки чейн лодер и указываю на каком разделе значит находится вот у меня десятка нет нтфс на третьем разделе вот вот здесь у меня находится десятка вот я так нажимаю нажму значит дальше дипин на восьмом так фидора на седьмом но все остальное нормально вроде бы еще перейдем вот на эту вкладочку основная так все остальное меня устраивает но теперь я эту конфигурацию сохраню сохранение закончилось я зайду теперь сюда ну посмотрим на эмуляторе что у нас тут творится минт фидора дипин windows устраивает теперь значит ну что применить изменения пусть он их и применяет итак все это дело закончилось но еще раз могу проверить на эмуляторе все нормально так так иногда бывают вот такие сложности с выключением но это бывает значит теперь какие у меня планы я теперь зайду на винду значит сделаю проверку дисков после этого я заскочу на дипин там где выскакивает табличка чтобы подсоединить к винде там все подправлю ну и затем проверим значит фидору ну и вообще как работает меню загрузки вот такой порядок итак моей задачей является на винде проверка разделов вот я пойду этот компьютер вот я пойду этот компьютер правой кнопкой свойства тулс и проверю значит диск просканирую на всевозможные скажем там ошибки и так далее пока значит я останавливаюсь итак пишет что драйвер был успешно проверить проверим никаких ошибок значит не было обнаружено ну и слава как говорится богу теперь значит я пойду на дипин и на дипине значит посмотрю выскакивает эта табличка вопрошающая подсоединиться там к винде или нет так что следующая часть видеоролика будет с дипина итак после захода на винду и проверки проверки диска c значит вот как говорится появилась нормально окрашенная без желтого квадратика там с восклицательным знаком сообщение что диск c нормальный и появилась на нем в конце концов сколько значит использовано вот таким образом а вот итак fedora стартовала значит ну давайте посмотрим сеть подсоединилась сразу ну в принципе на федоре так сказать у меня проблем особых нет а вот с дипином вот такие вот вещи получились везде получаем интересные сообщения ну он можем проверить на ошибки пусть посмотрит там проверить на ошибки ну проверил давайте посмотрим какие здесь будут чудеса так ну вот вроде бы подправил он это дело ну что ну то же самое я тогда и здесь сделаю и здесь сделаю и здесь сделаю и здесь сделаю иногда вот когда ползунок не шевелится если вы думаете программа замерла или еще что то можно всегда попробовать интересоваться подробностями вот здесь вот самый последний пункт он вам будет говорить конкретно что она делает иногда бывает что ползунок то молчит а здесь вот видна линейка прогресса и видно что все таки ваше задание выполняется ну давайте посмотрим что тут у нас какие чудеса ну в конце концов джипартит сообщил что все вроде бы как он проверил ну теперь я снова попробую стартовать с дипина ну а теперь проверим громкость звука как записывает и продолжим дальше итак после совета значит выйти из дипина зайти в винду в винде значит просто-напросто перезагрузиться и снова зайти в дипин ну теперь уже эта табличка не выскакивает ну и можем заодно проверить а каковы тут имеется обновления пусть проверит пишет что все нормально настройки обновления ну вот у меня выставлен выставлено английское зеркало вы выставляете то зеркало которое к вам ближе или которое дает наибольшую скорость ладно остальные значит настройки меню загрузки я уже буду делать на linux mint ценамоне вот сделаем их более красивыми ну посмотрим что получится теперь перезагрузимся и посмотрим все ли работает и как оно работает и так я перепроверил все операционные системы стартует нормально все работает и менюшка выглядит вот таким вот образом linux fedora дипин и windows 10 так что вот когда у вас сразу несколько операционных систем это конечно отнимает время и внимание не в то же время приносит и скажем так удовольствие когда покопаешься поднастроишь когда все у тебя крутится вертится и шевелится вот в дальнейшем у меня он еще есть два раздела еще две операционные системы я могу тестировать в любой момент могу восстановиться как говорится из копий потому что у меня копии установленных систем сделаны программой qt5fs архивер вот практически и все поэтому я вам рекомендую значит значит эту программу qt5fs архивер для архивации и собственно говоря систем баг для семейства ubuntu и mint потому что они делают хорошие тоже копии и плюс выдают еще делают изообразы настроенной системы которые конечно гораздо более компактные потому что qt5fs архивер но у нее образы гораздо больше из них изообраз не сделаешь ну ладно желаю вам всего самого доброго всяческих успехов и удач и до новых встреч уже все